В Казаларде создана специальная комиссия, которая изучит дела каждой семьи, проживавшей в общежитии, где накануне в пригородном поселке Титова обрушилась часть здания. За счет местного бюджета жильцов обеспечат временным жильем на период до полугода. Сообщается, что обрушилась нежилая часть общежития. Пострадавших нет. 46 семей были эвакуированы. Их временно разместили в одной из школ Казаларды. С подробностями Алибек Байшоленов. Пятиэтажное общежитие 1971 года постройки находится в ведомстве теплоэнергоцентрали. Первые два подъезда здания жилые, остальные два к моменту обрушения пустовали. Именно этот фактор позволил избежать человеческих жертв. По данным Акимата Казаларды, здесь проживает 46 семей. Это 63 человека, 17 из которых дети. Все они были эвакуированы вчера и временно размещены в здании школы номер 2. Людям оказана медицинская и психологическая помощь. Обеспечено трехразовое питание. Нас обещают разместить и оплачивать проживание до полугода. А потом, через полгода, куда мы пойдем? И дом за такой короткий срок не построить. Очень испугались. Я живу на первом этаже. Ощущение, как при сильном землетрясении. Страшно очень. В городском оперативном штабе организован сбор вещей первой необходимости. Власти решают вопрос размещения семей, оставшихся без жилья. Вопрос с размещением людей, оставшихся без крови, решим в законном порядке. На улице, конечно, не оставим. На момент крушения строения аварийным признано не было. На месте происшествия работает оперативный штаб. К работам по российских завалов привлечены 54 сотрудника и 15 единиц техники. Ситуация под строгим контролем акиматов города и области. Алибек Большуленов, Альхайдар Турлыханов, Казларда, Хабар, 24.